И меня к вам не выпускают. А почему это не выпускают? Вы же свободный человек. Сейчас я вас попрошу проследовать в отдел полиции города Риэлтон. Мы приехали по просьбе медицинских работников, привезли средства защиты. Получили мы это с большим трудом. Администрация нам препятствовала. Всем привет! Сегодня мы выдвигаемся во вторую мединспекцию. Сегодня мы одеты, вы видите, как соблюдаем все принципы противоэпидемической безопасности. В прошлый раз нас задержали, мешали нам отдавать нашу гуманитарную помощь. Но мы очень надеемся, что в этот раз власти будут более благоразумные. И мы спокойно отдадим наш груз и обеспечим медиков средствами индивидуальной защиты. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, перекидывать будем? Не знаю, вот и меня к вам не выпускают. А почему это не выпускают? Вы же свободный человек. Не знаю. Говорят, подождите. Хорошо, давайте разберемся сейчас. Господа, здравствуйте. Мы привезли гуманитарную помощь в больницу. Можем ее передать? Давайте спокойно, без всяких скандалов им передадим. Если вы нам позволите помочь, мы поможем. В данный момент не можем вас запустить. Мы не готовы... Доставите вам такую... Хорошо, дайте, пожалуйста, возможность выйти сотрудникам и забрать то, что мы привезли. А что вы привезли? Мы привезли средства защиты с сертификатами, со всеми бумагами, со всеми, всеми правильными оформленными документами. У нас любая помощь, в том числе и медикаменты. Нет, у нас нет медикаментов. У нас нет медикаментов, мы не имеем права. Хотите инфекцию пойти? Мы хотим отдать просто. Хотим отдать просто все. Кого отдать? Мы приехали по просьбе медицинских работников, привезли средства защиты. Поймете. Меня зовут Анастасия. Анастасия, не надо учить. Я здесь, это самое. Оказывается, главный врач этой больницы никто иной, как Гарик Ишханович Хачатарян. Это тот самый главный врач Егоревской больницы, которого оттуда уволили. Там оказалось, что там работает какой-то непонятный морг, частный, который оказывает какие-то непонятные услуги и куча всяких разных нарушений. Очевидно, что те действия, которые сейчас совершает Гарик Ишханович, они также направлены против коллектива. Потому что не принимать гуманитарную помощь от профсоюза, это крайне странно. И мы призываем других главных врачей так не делать. Мы не разрешаем выходить. Не разрешают тебе выходить? Выпускали. Я не выпускаю. Там главный врач. Он поставил здесь охрану. Где? Не выпускают ее. Сейчас я вас всех попрошу проследовать в отдел полиции города Риэлтон. Нет. Мы что-то нарушаем? Назовите конкретный состав или конкретный запрет, который нарушает. Вы мои требования можете потом законностью проверить. Сейчас я вас прошу всех проследовать в отдел полиции. На основании какого? На каком основании? На том, что вы нам сообщаете о преступлении. Это не основание задержания. Мы можем здесь, значит, на месте. У вас задержание регулировано. Можно составить. Можно, конечно. На месте. Если вы считаете, что это правонарушение, надо на месте правонарушение. Для кого, ни для другого нет. Сейчас вопрос в том, что просто отдать. Маски, перчатки. Дессредство. Отдать и уехать. И все. Больше ничего. Никаких цирков, никаких вот этих вот представлений нам не нужно. У нас, смотрите, дессредство. Дессредство. Не знаю, коробки. Как вам передать коробки? Машина. Да, много. Ну, в итоге мы все-таки с боем отдали нашу гуманитарную помощь работникам Реутовской городской больницы. Очень жаль, что руководство, администрация данного медицинского учреждения совершенно не хотела принимать гуманитарную медицинскую помощь. И медицинских работников просто силы удерживали в помещении, не давали даже выходить. Но, тем не менее, они нашли способ. Подъехал один из сотрудников на своей машине. Вы видели, мы перегрузили им нашу помощь. И это самое главное, потому что все-таки наша цель достигнута. Мы обеспечили, как могли, медицинских работников этой больницы средствами защиты. И будем делать это и дальше. Спасибо большое профсоюзу «Альянсу врачей» за оказанную гуманитарную помощь. Мы получили маски, получили перчатки, мы получили дессредства. Получили мы это с большим трудом. Администрация нам препятствовала, но все равно помощь была получена. Главное защитить медработников, потому что медработники тогда смогут защитить вас, спасти вашу жизнь. Еще раз хочу поблагодарить «Альянс врачей».